...происходило в эндокринологическом научном центре. В последние пять лет я являюсь основным руководителем проекта развития научных журналов в издательстве «Эковектор». И вот последние полтора года возглавляю московское подразделение издательства «Эковектор». Ну и по-прежнему занимаюсь развитием научных журналов. Издательская платформа, на которой работают и все мои журналы, и все ваши журналы, это международная издательская платформа Open Journal Systems. Ею пользуются в мире больше 12 тысяч научных изданий, в России больше 500. Это и хорошо, и очень хорошо, и плохого в этом ничего нет. Степень освоения у всех этих журналов разная, то есть какие-то журналы пользуются совсем минимальным набором функций, какие-то журналы полностью все, что только можно, используют и даже дают, например, нам какие-то задания по доработке, улучшению, наполнению полезными свойствами и функционалом. Давайте в начале прям самого нашего с вами сегодняшней встречи договоримся. Я готов отвечать на вопросы прямо по ходу семинара. То есть если у вас появляется какой-то вопрос, вы хотите его задать, не ждите там окончания, еще что-то сразу задавайте. Здесь есть чат, можно его писать, можно голосом. Сразу постараюсь ответить и обязательно вернусь к теме, на которой мы остановились. Глупых вопросов быть не может. Все, что хочется узнать, обязательно спрашивайте. Я постараюсь показать в основном все на вашем журнале. Но, возможно, буду периодически переходить на какие-то другие журналы, опять-таки, которым у меня есть доступ, и чтобы продемонстрировать какие-то вещи на живую. Могу немножко при презентации путаться в окнах, потому что работаю из многих сразу окон. И чтобы нам с вами было удобно, я, в общем-то, включаю нам с вами демонстрацию. Вы будете видеть мой экран. Если экран появился мой у вас, пожалуйста, скажите мне об этом. Да, все нормально. Вот, да, да, вроде все хорошо. Итак, вам хорошо знакома стартовая страница вашего сайта. На него можно выйти как самостоятельно, так и с общего квартала журналов. Также, в общем-то, любой человек, члены редколлегии, редакционной команды, члены издательства, сотрудники издательства, руководства вуза, автор, читатель, могут попасть в ваш журнал без какой-то дополнительной информации, но читателю, посетителю сайта будет всегда доступен только так называемый интерфейс читателя или посетителя. У вашего сайта есть два, условно говоря, слоя или уровня. Общедоступный и внутренняя электронная редакция. Причем электронная редакция тоже разграничена. В зависимости от того, какими правами обладает тот или иной пользователь, показывается разный объем данных, разный объем информации и разные функции. Вот, собственно говоря, наша сегодняшняя встреча, она будет в основном посвящена этим функциям, которые в вашем распоряжении есть. На каких-то остановимся чуть подробнее, на каких-то нет. Сначала общий экскурс. По страницам, которые доступны абсолютно всем. Ну, соответственно, людям, поисковым роботам, вы должны знать, что у любой страницы есть англоязычная версия. Где бы вы ни находились на сайте, по переходу между языками вы всегда останетесь на той же самой странице. Если у этой страницы нет англоязычной версии, или наоборот, есть только русскоязычная, но нет англоязычной, англоязычной, система отобразит информацию на соответствующем языке. Автоматического перевода система не делает никогда. То есть, если вот мы сейчас смотрим на журнал на русском, она выводит всю информацию, которая есть для данной страницы на русском. Если для чего-то, для какой-то части страницы информации на русском просто не существует, она выведет эту информацию на английском. Это работает абсолютно ко всем страницам сайта. И общедоступным, и внутри электронной редакции. У вас есть, в принципе, возможность изменить перевод. Причем есть перевод, который касается абсолютно всех журналов на платформе, есть перевод, который касается только вашего журнала. Можно изменить перевод каких-то элементов только в вашем журнале, не меняя его на всех остальных сайтах остальных журналов. Структура страниц, которую вы видите, то есть структура верхней навигационной панели, структура раздела о журнале, более-менее стандартно повторяются от журнала к журнала во всем мире, если журнал размещается на платформе Open Journal Systems. Какие-то страницы мы создаем сами, они по умолчанию не существуют, но у нас есть возможность их создать и вписать в общую структуру. Какие-то страницы заданы жестко. Например, ну, понятно, главная страница должна быть у любого журнала. А вот в разделе о журнале у нас есть несколько секций, которые тоже частично созданы из страниц, заданных по умолчанию, а частично созданы из страниц, которых можно создать, можно не создавать. Например, вот этот вот раздел «Цель и задачи журнала», он предусмотрен самой редакционно-зиазистской системой, самой OGS. То же самое разделы направления, правила рецензирования, периодичность. Политика свободного доступа появляется, если журнал в настройках говорит, что это журнал свободного доступа. То же самое с архивацией. А вот все остальное, индексация, этические принципы журнала, плат за публикацию, политика припринтов, это страницы, которых могло и не быть. Просто редакция журнала их сделала и здесь разместила. Соответственно, если бы у какой-то из этих страниц не было англоязычной версии, мы бы их здесь не увидели. Вот, посмотрите. Политика открытого доступа, архивирование, индексирование, публикационная этика, плата за публикацию. Переходим на русский. Архивация, индексация, этические принципы, плата за публикацию, Политика припринтов на английской версии сайта этого раздела просто нет. То есть все заканчивается на плате за публикацию. У вас может быть несоответствие такое, но оно считается нежелательным. То есть вот эта задача редакции следить за тем, чтобы у всех страниц при переходе между языковыми версиями было правильное, корректное языковое содержание соответствующих страниц. И количество страниц тоже совпадало. Возвращаемся на страничку о журнале. Некоторых иногда удивляет, что есть дублирование. Вот здесь о журнале написано, и здесь же тоже написано о журнале. Сделано это специально для того, чтобы можно было перейти на эту общую страницу с разделами о журнале с мобильных устройств. Потому что в мобильном устройстве нет мышки, которая может кликнуть и раздвинуть этот выпадающий список. Там в любом случае... А после раздвижения выпадающего списка по клику на верхнюю вот эту вот вкладочку о журнале нажать на саму о журнале уже невозможно. То есть нужно нажимать вот сюда. Вот поэтому есть дублирование. В остальных вкладочках этого нет. По поводу верхнего навигационного меню. Вот эти вот четыре вкладки у вас заданы системой. Ну и вот это тоже. А вот эта вот вкладочка «Этические принципы» и вкладочка «Редколлегия» эта редакция журнала так захотела вынести эти вкладки в верхнюю панель. По умолчанию их там нет. Ваша издательская система, в принципе, позволяет состав вот этой вот верхней панели с разделами сайта менять. В определенных пределах. То есть вы не можете выключить, например, вкладочку «Журнале», вы не можете выключить вкладочку «Выпуски». Но вы можете что угодно добавить. И вы можете, в общем-то, то, что добавленное было ранее, убрать. Если вам нужно сакцентировать внимание посетителей сайта на какой-то странице, это очень удобный способ, как это сделать. То есть вынести ссылку на эту страницу в верхнюю панель навигации. К таким же способам, в общем-то, относится вынесение баннера со ссылкой на страницу в правую панель блоков. Мы ее называем панелью блоков. Например, таким образом сейчас реализована агитация для посетителей сайта подавать статьи в этот журнал. Через вот такой вот блок «Отправить рукопись». На самом деле этот блок сразу переводит посетителя сайта на протокол отправки статьи. Если человек еще не авторизован на сайте или у него вообще нет личного кабинета, система сначала попросит его зарегистрироваться. После регистрации или авторизации это будет сразу протокол подачи рукописи. Но это не что-то необычное. Это просто вот под этим баннером лежит ссылка на страницу первого шага подачи рукописи. Итак, у вас в редакции есть возможность не только менять структуру вот в тех пределах, которые я вам обозначил, но и менять, собственно, содержимое. Делается это изнутри, из электронной редакции, но вы достаточно в широких пределах можете менять и, в общем-то, текст, и графические элементы на сайте своему усмотрению. Теперь давайте разберем, какие у нас, кроме посетителя сайта, которым любой человек может явиться, да, у вас сайт открытый, кроме посетителя, какие еще роли существуют в издательской системе. У меня вот сейчас неполный набор ролей в личном кабинете. Чтобы посмотреть все возможные роли, переходим в раздел «Издатель» и смотрим, какие роли существуют в данном журнале. У нас с вами есть роли, обязательный набор ролей по умолчанию, вот, собственно, это он. Есть еще подключаемые роли. Про подключаемые расскажу немножко отдельно, давайте про обязательные. Самое простое. Менеджер подписки. Менеджер подписки может управлять, во-первых, информацией в разделе сайта, который называется «Подписка», если такая информация на сайте есть. Вот на этой вкладочке. То есть полностью менять вот этот текст. Поскольку у вас журнал открытого доступа, это не очень, в общем, такая актуальная информация, хотя и для русскоговорящих читателей, и для англоговорящих читателей должна быть достаточно прозрачная информация о том, можно или нет, а если можно, то как подписаться на печатную версию журнала. Эта информация, естественно, может меняться от года к году. Вот могут меняться и индексы, и условия, и агентства. Или, например, вот в нашей с вами сегодняшней действительности адресовать иностранца, оформлять себе подписку в банкротящемся агентстве Роспечать, ну, наверное, неправильно. Как минимум, они просто не смогут этого сделать, даже если очень захотят. Чтобы поменять этот текст, у человека, члены вашей команды должны быть права менеджера подписки. Сейчас мы посмотрим, кто такими правами обладает. Ну, собственно, главная админская запись, под которую я сейчас работаю, Ольга Евгеньевна, Ольга Владимировна и Сергей Алексеевич. Соответственно, любой человек может из них зайти в личный кабинет. Вот. И как менеджер подписки перейти в раздел политика подписки и поменять текст информации по подписке на русском языке, на английском языке. Также менеджеру по подписке доступны другие настройки, которые для журналов открытого доступа ну, совсем не принципиальны. Здесь инструменты для управления подписчиками, как организации, так и физические люди. Можно создавать типы подписок, там, всякие полугодовые, институциональные, еще какие-то. Ну, вот. Но, опять-таки, этот функционал сейчас подробно рассматривать не будем, потому что у вас журнал Open Access. Если когда-нибудь захотите его гибридизировать, например, да, сделать частичный открытый доступ, отсроченный открытый доступ или просто уйти в подписку, ну, тогда сразу покажу, как это работает. больше у пользователя с правами менеджера подписки никаких прав особых нет. Дальше идем. Читатели. Это, в общем-то, все люди, которые зарегистрировались на сайте, подтвердили свой адрес электронной почты и им всем, в чем, как бы, это суть. Может ли человек не быть читателем? Да, может. Тут юридический такой момент. Всем читателям редакция может отправлять уведомления. Например, уведомление о том, что вышел новый номер. Сейчас покажу, как это происходит. Функция редактор. Уведомить пользователей. И вот это сообщение, которое вы отправляете таким путем отправку уведомлений, оно достигнет только всех пользователей со статусом читатель. Если у человека, соответственно, человек может по нашему закону отказаться от подписки. Он пишет в редакцию, говорит, узнаете, вот, пожалуйста, исключите мой адрес электронной почты из подписки. У него у самого есть такой функционал, он может через личный кабинет сделать. Ну, им очень часто людям проще написать, чем вспоминать логин, пароль от своего личного кабинета, искать настройки и отправки уведомлений. Соответственно, вы можете с него этого пользователя найти, снять с него роль читателя, и он больше уведомлений получать не будет. функции читателя для журнала открытого доступа вот этим и ограничиваются. То есть, читатель – это человек, который получает уведомления от редакции. Причем, в настройках уведомлений у него может стоять, что он получает их по электронной почте или в ленту уведомлений на сайте или туда, и туда, или никуда. Но так или иначе, если он не является читателем, никакие уведомления его вообще достигать не будут. Дальше идем по ролям. Автор. Тут все логично. Если человек зарегистрировался и при регистрации указал, что он хочет быть автором, то ему будет доступен функционал отправки рукописи в редакцию и потом взаимодействие с редакцией через личный кабинет. Если он при регистрации снял галочку, она по умолчанию стоит, если он специально снял галочку, что он хочет быть автором, тогда он не сможет воспользоваться вот этим баннером отправить рукопись. Но если вдруг такое случилось, что сколько-то лет назад человек зарегистрировался, указал, что он не хочет быть автором, а сейчас таки надумал, он может написать в редакцию, вы можете найти его среди пользователей сайта и включить ему роль автора. С этого момента он сможет подавать статьи. Рецензенты тоже все понятно. Это перечень пользователей сайта, которым редакция может направлять приглашение провести рецензирование статьи прямо из электронной редакции, изнутри самой статьи. Естественно, рецензентом человека можно сделать. Сейчас я посмотрю настройки вашего журнала. По-моему, да, у вас свободная регистрация рецензентов, то есть человек, новый человек, регистрируясь у вас на сайте, может указать, что он хочет рецензировать. Естественно, мы понимаем с вами, что на сайте регистрируются не только полезные нам люди, это могут быть и роботы, и просто там рекламные агенты, спамеры, еще кто-то, и они тоже будут отмечать, что хотят рецензировать. Значит, среди перечней рецензентов, которых вы увидите, будут как люди вполне живые, так и вполне себе возможно и не живые какие-то люди. Вот явно не похож на живого человека. Если это была регистрация поискового, сделанная программными способами, то есть, например, робот зарегистрировался, то в течение месяца этот пользователь просто пропадет, исчезнет, потому что при такой регистрации не происходит подтверждения профиля человека на сайте через электронную почту. По разным причинам. Электронная почта неправильно указывается, или там просто с той стороны никто ссылочку не нажимает, но скорее всего они просто исчезнут. Бывают, что регистрируются просто левые люди, то есть вполне возможно, что это живой человек зарегистрировался, но вы его знать не знаете, по какой теме ему отправлять статьи, тоже. То, что он у вас в списке рецензентов не значит, что вы должны ему что-то отправлять. Вы можете. И в любой момент из перечня рецензентов человека редакция может убрать. Правда, рецензент потом тоже может опять зайти в свой профиль и сказать, что он все равно хочет рецензировать, но, как правило, такого не происходит. естественно, рецензентом можно назначить человека, который до этого рецензентом не был. Для этого у вас у издателя для издателя есть доступ к всему перечню авторов, не авторов, пользователей сайта. И, в общем-то, любого пользователя сайта вы можете назначить рецензентом. Да, в общем-то, на любую роль. Сейчас я это покажу. Редакторы и редакторы разделов. Функционал один и тот же. Почему выделена отдельная редакция разделов? Сделано это в основном для политематичных журналов, где для удобства ведения статей по принципиально разным направлениям отдается разным заведующим редакциям. В терминологии Open Journal Systems editor или редактор это эквивалент нашего с вами в жизни привычного заведующего редакции или ответственного секретаря. То есть человека, который ведет статью внутри процедуры рассмотрения и подготовки ее публикации от момента, как статья поступила в редакцию и до момента, как она вышла в составе выпуска или была отклонена. Вот этот человек, который документооборот им управляет, его осуществляет, мы привыкли, что это заведующий редакцией. В OGS этот человек носит должность, имеет должность редактор. Редактор раздела чуть более сужен, то есть редактор разделов просто в своем личном кабинете не видит статей из других разделов журнала. Он видит статьи только из своего раздела. Соответственно, может управлять статьями только внутри своего раздела. Редактор видит все статьи, которые находятся сейчас на рассмотрении в журнале и имеет доступ ко всем статьям, которые были опубликованы или вообще приходили на рассмотрение. Ну и самое верхнего уровня роль издатель. Эта роль в журнале позволяет изменять настройки журнала, изменять тексты на сайте, не относящиеся к текстам самих публикаций. То есть доступ к текстам публикаций находится в руках редакторов. Доступ к текстам самого сайта этическим принципам, правилам для авторов находится в руках издателя. Собственно, вот эта страничка, на которой мы сейчас с вами видим перечень ролей, мы на нее попали из личного кабинета, кликнув по роли издатель, и эта страница доступна только людям с ролью издателя. На этой странице три раздела. Это списки людей, обладающих той или иной ролью. Это блок для управления всеми пользователями. Издатель может зарегистрировать нового человека на сайте вручную, поуправлять пользователями, то есть найти нужного человека, например, он знает адрес электронной почты, или только фамилию, или только логин, и найти его что-то сделать. Например, поправить профиль его, сбросить ему пароль, поменять адрес электронной почты внутри профиля этого человека. Полный доступ к базе данных пользователей. Или может, например, пригласить пользователей из другого журнала, например, на должность рецензента. То есть вы знаете, что в другом журнале на площадке Journals Rodenru этот человек рецензирует, и он понадобился вашей редакции. Человек с правами издателя может притянуть этого человека на роль издателя в вашем журнале. Собственно, вот таково управление ролями. И управление самим сайтом. Здесь есть среди блоков управления сайтом часто используемые функции, есть редко используемые функции, но вначале я бы хотел показать вам одну из внутренних страниц, чтобы закончить с вами обсуждение ролей. Мы с вами сейчас видим только набор ролей, которые есть вообще у всех журналов. Они встречаются абсолютно везде. А есть подключаемые роли. Сейчас у Russian Journal of Linguistics эти роли не включены. их три. Это роль литературных редакторов, художественных редакторов и корректоров. Сразу говорю, что каждая эта роль подразумевает некую совокупность людей, а не какого-то одного конкретного человека. хотя мы, например, под термином литературный редактор понимаем очень четко, что человек будет править статьи с точки зрения языка. Грамматика, пунктуация, терминология. Но для OGS это название просто категории пользователей с определенным набором прав. Этот набор прав означает, что человеку, называющемуся литературный редактор, заведующий редакцией может передать рукопись статьи, уже одобренную публикацией, для внесения правок, пока она еще находится на этапе редактирования в Word до того, как она будет сверстана. Соответственно, художественные редакторы это те, кому будет уже подготовленная в Word статья отправлена для создания верстки в PDF. Корректоры это люди, которые будут заниматься проверкой сверстанной статьи и искать ошибки самой верстки. Литературные редакторы, ну, например, у нас в издательстве литературными редакторами называются все люди, а именно сами по себе литературные редакторы, библиографы, переводчики, научные редакторы. Вот все эти люди имеют в личном кабинете у себя роль литературный редактор, и им по цепочке заведующий передает статью от одного человека к другому. Но все они входят в категорию литературный редактор. Ну, с верстальчиками все просто, художественный редактор синоним верстальчик. Под корректорами тоже как правило, по крайней мере, по нашей практике это один и тот же человек, но у вас может быть много корректоров даже для одного журнала, каждый из них будет смотреть свою, условно говоря, какую-то часть. И вы можете сверстанную статью передавать от одного корректора к другому через электронную редакцию. Соответственно, если эти роли включить в журнале, то они у вас в журнале появятся. Вот я их сейчас вам включил. У меня в личном кабинете никаких новых ролей не появилось. В личном кабинете издателя у нас с вами появились эти роли корректор, худ редактор, литредактор. Но если мы сейчас залезем внутрь и посмотрим, попробуем кого-то кто там есть, мы никого не увидим. Потому что нет сейчас пользователей в журнале с такими правами. Помните, я говорил, что любому человеку можно назначить любую роль? Если у вас есть права издателя, вы можете это сделать. Вот сейчас допустим, мы хотим кого-то назначить допустим верстальщиком. Для этого человек с правами издателя должен зайти в раздел издатель, в перечне ролей кликнуть по названию этой роли художественный редактор и внизу кликнуть ассоциировать существующего пользователя. Естественно, верстальщик к этому моменту уже должен быть зарегистрирован на сайте и желательно, чтобы вы знали его адрес электронной почты. Тогда просто по email можно по фамилии, по логину или по имени найти нужного человека, нажать кнопочку привлечь пользователя, вот у него в личном кабинете появится роль художественный редактор. По мере того, как заведующий редакции будет сбрасывать задания по верстке, здесь будут накапливаться какие-то статьи, можно будет посмотреть и что-то выполнить. То же самое с литературными редакторами, то же самое с корректорами. Возвращаемся к разделу издателей и в общем-то с ролями мы закончили. Нам эти включенные роли очень сильно понадобятся на следующем занятии, поэтому сейчас я их выключать не буду, но на всякий случай. Если вы поймете, что у вас все делает один человек, такие журналы бывают, что завредакции, он же литературный редактор, он же верстальщик, он же корректор, нужно перейти из раздела издателя в настройки журнала на четвертом шаге управления просто эти роли выключить. И все. Вы нам не выключайте, пожалуйста, пусть не выключаю, не выключаю, нам это понадобится даже на следующем занятии, чтобы просто какие-то статьи через эти этапы наглядно провести. Возвращаемся к разделу издатель и сейчас изучаем свойства. До раздела издателя еще хотелось бы отметить, что у любого пользователя на сайте есть настройки уведомлений. То есть, если зайти в личный кабинет к себе и попасть на эту страничку, почему-то туда люди редко ходят. Вот вы видите такой раздел уведомления, это лента просмотреть и там есть 704 непросмотренных уведомлений и управление уведомлениями. Если кликнуть просмотр уведомлений, вы увидите перед собой просто список. Вот, например, там 21 ноября было создано новое объявление. Все, что происходит на сайте и имеет отношение к вам, именно к вам, будет вас отображаться в ленте. Что значит имеет отношение к вам? Дело в том, что если, например, человек не является редактором, то события на сайте, которые относятся к области задачи редактора, в ленте отображаться не будут. Если человек не является издателем, опять-таки, в ленте этого отображаться не будет. если человек не является читателем, то вот этого, например, сообщения здесь бы просто не было в ленте, уведомлений. Естественно, все события можно посмотреть, переходите по ссылке и вы оказываетесь на статье, на страничке статьи, по которой происходило это событие. Если это объявление, кликаете по ссылке, видите само это объявление. То есть из этого листа с уведомлениями можно перейти на нужную вам страницу. Можно все это удалить, если оно вам не нужно, но так или иначе, когда вы открываете эту страничку, у вас количество непрочитанных уведомлений уменьшается, даже если вы внутрь не заходили. Вот у нас сейчас осталось 600, если мы откроем следующую страничку, у нас сейчас останется 500, 504 непрочитанных и 200 прочитанных, ну и так далее. То есть просто перейдя по всем страничкам, у нас с вами счетчик сейчас сбросится. Это чтение уведомлений. Естественно, можно настроить себе, например, Microsoft Outlook или еще что-то на получение этих уведомлений в электронную почту через РСС. Если кто-то хочет, если кто-то это умеет. Заря закрыл. Управление уведомлениями. Более важный раздел, в общем-то, особенно для редакции. Почему? По умолчанию система не отправляет уведомления по электронной почте. Система показывает их в ленте на сайте. Для обычных пользователей это нормально. И это позволяет избежать жалоб со стороны читателей сайта, зарегистрированных, о том, что сайт им, условно говоря, забивает почту спамом, сообщениями, которые им не нужны. В отношении редакции сотрудников редакции это не очень удобно. В большинстве случаев вам нужно, чтобы на почту приходило уведомление о интересных для вас событиях внутри электронной редакции. Поэтому я очень рекомендую включать такие сообщения, например, для редакторов. Вот этот вот раздел уведомлений. Он, в принципе, доступен только для редакторов, но чтобы увидеть сообщения о том, что в журнал пришла новая статья, не только на сайте, но и в своей электронной почте, нужно поставить эту галочку. По умолчанию ее не стоит. То есть вы входите в свой личный кабинет, заходите в настройки уведомлений, просто ее включаете. Вот эти два уведомления по вашему усмотрению я обычно не включаю. обязательно включаю уведомления о процессе рецензирования. Они тоже относятся к зоне компетенции редакторов. Процесс редактирования на ваше усмотрение. Комментирование на сайте в электронной редакции очень редко используется, поэтому, как правило, мы не включаем эти уведомления. Ну и события сайта. Например, кто-то добавил комментарий, если у вас функция комментирования включена, чтобы вам, как редактору, вы могли вовремя заметить, что в комментариях что-то ненужное написано. Очень часто функцию комментирования используют для распространения рекламы. Сообщение о том, что опубликован новый выпуск и сообщение о том, что создано новое объявление. Нажимаем кнопочку отправить, имеется в виду отправить новые настройки. Все, они у вас сохранились. Вот теперь о том, что подана статья, мне придет сообщение по электронной почте. С этим разделом закончили. Есть еще такой раздел, который касается исключительно администраторских функций. Но у редакций к этому разделу доступа нет. Поэтому мы сейчас этого касаться не будем. А вот то, что изменить профиль, иметь в виду ваш личный профиль, поменять пароль, это все есть абсолютно у всех. Возвращаемся в раздел издателей. Если сейчас есть какие-то вопросы, пожалуйста задавайте. Мы сейчас с пользователями и с их правами более-менее закончили и с настройками. Сейчас пойдем в настройки самого сайта. По мере не будем разбирать функции по мере их востребованности. Юрий Иванович, вот здесь в чате есть два вопроса от Татьяны Викторовны. Я их озвучу. Кто может послать уведомления читателям? И сразу второй вопрос. Видят ли рецензенты весь список рецензентов? Спасибо большое за вопросы. Чтобы отправить уведомления читателям, проследите за последовательностью кликов. Мы вошли в личный кабинет. мы кликаем по роли редактор. Вообще эта строчка с надписью редактор появляется только у пользователей сайта, у которых есть права редактора. Послать может только редактор. У любого редактора на страничке с инструментами есть раздел выпуски и среди пунктов уведомить пользователей. Собственно говоря, вот это тот инструмент, о котором я говорил, возможность отправлять уведомления пользователям, она доступна только редактору. Есть, правда, еще другой инструмент, который доступен издателю. то есть если вы издатель, но не редактор, вы можете зайти в раздел издатель, кликнуть, например, в ролях редакторы, кликаем выбрать всех и где-то у меня тут было послать email. Соответственно, все люди с этими правами будут упомянуты в получателях, вы можете здесь написать любое письмо. то же самое вы можете сделать с другими пользователями. Например, вы берете все ассоциированные с этим журналом, выбираете из них. Например, вам нужно отправить уведомление всем авторам. Маленькая оговорка, вы увидите только тех людей, которые зарегистрировались как авторы. Если у вас была опубликована статья, в ней 10 авторов, из этих 10 авторов на сайте зарегистрирован только один человек, то в этом перечне будет только один этот человек зарегистрирован как автор. С другой стороны, в этом перечне есть куча людей, которые зарегистрированы как авторы, но никогда вам никаких статей не присылали. Тем не менее, всем им можно отправить электронные сообщения. Итого, сообщения сайта могут отправлять редакторы, могут отправлять издатели. Второй вопрос, напомните мне, пожалуйста. Видят ли рецензенты весь список рецензентов? нет. Давайте покажу, как это на самом деле происходит, чтобы вы были уверены. Как я говорил, сайт позволяет войти издателю, именно издателю. Издатель может войти под профилем любого пользователя. Естественно, если я просто читатель, я ни под чьим другим профилем не зайду, только под своим. если я издатель, то я могу перейти через личный кабинет в раздел издатель, выбрать, например, перечень рецензентов и сейчас мы кого-нибудь найдем. Ну, вот, например, я не знаю, почему вот так вот глаз упал. можем войти под профилем этого человека. Вот мы видим его личный кабинет. Мы сейчас у себя на экране видим то, что видел бы этот человек, авторизировавшись на сайте. Итак, он видит возможности автора, он может отправлять статьи в журнал, и он видит возможности рецензента. Здесь архив сделанных ими рецензий, он пустой в данном случае, и статьи, находящихся у него на рецензии сейчас. Никакого доступа к перечню всех рецензентов на сайте у него нет и быть не может. Юрий Иванович, извините, а имя своего рецензента он здесь видит или нет? В смысле себя? Нет, своего рецензента. А, это не автор, это рецензент, простите. Если вопрос, видят ли авторы, видят ли авторы, кто им рецензирует статьи? Нет, не видят. Они видят только псевдонимы, то есть надпись рецензент А, рецензент Б, рецензент С. Спасибо если у нас например с вами сейчас найти какую-нибудь статью, которая хоть кому-нибудь была направлена. Ну да, не найдем. Мы сейчас попробуем после нашей На самом деле у нас с вами следующее как раз занятие, оно будет очень сильно и серьезно посвящено, в том числе именно рецензированию и мы обязательно это попробуем сделать. Я просто покажу, что именно видят авторы. Вы поймете, что никакого доступа к информации о личностях рецензентов или к рецензиям у авторов нет, если только редактор, то есть завредакции, сам этот доступ автором не включил. Причем доступ к информации о личностях рецензентов включить нельзя, можно включить доступ к сделанным рецензиям. И автор узнает о том, кто рецензировал, только если в рецензии это написано. Но по умолчанию рецензии от авторов скрываются, если их вручную целенаправленно не сделать доступными для авторов. Авторы это не узнают. Идем дальше. Сейчас я одну секунду закрою, тут у меня окно открыли. Идем дальше. По ошибке вдруг дать доступ автору имени рецензента возможно? К имени рецензента нельзя. Такой функции просто нет. Невозможно открыть для автора информацию о рецензировании. единственный шанс когда авторы узнают о личности рецензента это если рецензент сам вставил информацию о себе в файл рецензии или форму для рецензирования на сайте и редактор этот файл или эту форму сделал доступной для автора. То есть специально включил доступ. Причем это нельзя сделать например для нескольких статей сразу для нескольких рецензий сразу. Это нужно сделать для каждой статьи. А по ошибке он может это сделать? Нет, он не может это сделать по ошибке. Дальше разбираем. Итак, у нас остался верхний этаж. Называется управление страницами. постараюсь коротко сейчас по всему пройтись. Вам многое из этого действительно может понадобиться. Объявление это функция публикации объявлений в ленте объявлений на сайте. Есть на сайте отдельная лента объявлений, она никак не связана с выпусками журнала и очень часто журналы так в общем-то делают, то что попало в печатную версию, но не является вообще научным контентом, новость, объявление, анонс предстоящего мероприятия не вставляется как статья в состав выпуска, а размещается просто в ленте объявлений. Это позволяет в общем-то журналу спокойно выдержать экспертизу того же Web of Science, у которых краеугольным является девиз мы индексируем от корки до корки, а если у вас между обложками есть что-то, что мы проиндексировать не можем, мы ваш журнал не возьмем. Хотя наши журналы очень часто у себя внутри, между обложками содержат информацию, которую положить в базу данных Web of Science просто невозможно. Такое перераспределение при переходе от печатной версии к электронной в сторону ленты объявлений контента ненаучного позволяет ситуацию спасти. С публикацией объявлений тоже все достаточно примитивно. Перечень объявлений, причем я вижу, что вы этим регулярно пользуетесь. Максимальный объявлений не лимитирован, не ограничен совершенно. Исходить надо из соображений, причем это относится только к краткому описанию, только из соображений визуального комфорта. То есть у нас с вами объявления появляются вот здесь, вот в ленте объявлений выводятся сейчас у вас последние, я вот вижу, два, нет, последние три объявления. Соответственно, если сюда разместить очень большой текст, вот то, что мы сейчас видим, это краткое описание. Если разместить здесь очень большой текст, он будет простыней на главной странице журнала. Это единственное ограничение, но оно не имеет какой-то числовой формы, это вопросы просто визуального восприятия, то есть в краткое описание вы включаете не весь текст вот этого объявления, а какую-то краткую выжимку, которую хотите именно вот на главную страницу сайта поместить. При этом полный текст объявлений может быть совершенно любого размера, там, с картинками, с таблицами, с ссылками, со списком, с чем угодно. Вот, и ничем не ограничено. При создании Извините, а можете поместить объявление для ретензентов о следующем семинаре вашем? Конечно. Спасибо. Конечно. Причем есть такая вот здесь внизу в объявлениях функция отправить уведомление. Значит, если вы оставите галочку и нажмете кнопку сохранить, то сразу, как объявление появится на сайте, всем пользователям сайта с правами читатель уйдет это объявление. Тем, у кого включено получение сообщения на электронную почту, уйдет на электронную почту. Тем, у кого не включено получение объявления на электронную почту, уйдет в ленту объявлений в личном кабинете. Если снять галочку, то на главной странице сайта объявления появится, никаких рассылок не произойдет. Выбор файлов. Это файлообменник, файловый менеджер вашего журнала. Здесь есть папочки, которые трогать нельзя ни при их обстоятельствах. В них хранятся выпуски вашего журнала, то есть файлы выпусков. В них хранятся файлы статей вашего журнала, причем все файлы. Исходные версии рукописей, версии, которые были отправлены на рецензирование, версии, которые редакция загружала, версии, которые самые финальные, верстки, все-все здесь по каждой статье. Вот эти две папки трогать никак нельзя. Еще системная папочка это PLN. Это папка, которая формируется специальным модулем архивации вашего журнала в международной сети ПКППН. Буквально два слова. Ваш этот журнал, как и ряд других журналов с вашего портала, участвуют в международной программе архивации научных данных. И эта программа это сеть распределенная между несколькими десятками крупных вузов. То есть каждый вуз выделяет на своем сервере некое дисковое пространство, устанавливает специализированное программное обеспечение и хранит в закрытом доступе. То есть просмотреть нельзя, почитать тоже нельзя. Просто как хранилище используют. научный контент, опубликованный в научных журналах. Тысячи журналов в этих проектах участвуют. Сказать, в каких вузах лежат копии файлов статей вашего журнала можно. Можно почитать проект отдельно. Но в любом случае это очень большое количество вузов. И зачем это нужно? Если вдруг что-то случится с вашим сервером или в принципе глобальные катастрофы, то научные данные одномоментно везде не исчезнут. Их можно будет восстановить вот из этого проекта по архивированию. Это закрытый архив, то есть никаких поисковиков по нему нет. Он не индексируется. Почитать что-либо там хранимое нельзя, но в настройках вашего сайта в принципе можно посмотреть, какие выпуски вашего журнала уже там проиндексированы. Ну, не проиндексированы, а заархивированы. Система работает совершенно автономно. Мы ее включили, по-моему, с Ольгой Гейнной где-то год или полтора назад. Соответственно, весь опубликованный в вашем журнале архив тихонечко система туда в эту сеть передает по своему собственному расписанию. и вы вспоминаете о ней только если что-то перестает работать, потому что в интерфейсе издателя появляются уведомления, что вот со стороны плагина PLN есть какие-то уведомления о нарушении работы. Это папочки. Их тут три. И вы видите еще файлы. Это просто загруженные сюда файлы. Сюда можно загрузить любой файл. Картинку, документ, PDF, док и так далее. Можно здесь создавать какие-то внутренние папочки. И уже в эти папочки загружать файлы. Зачем вообще это нужно? Если вам нужно разместить у себя на сайте какой-то файл и потом дать на него ссылку, дать к нему доступ, посетителям сайта, читателям или рецензентам, это самый удобный способ. То есть например Manuscript Evaluation Form. Это форма вашей рецензии. Если вы хотите кому-то передать ссылку на этот файл, вы берете, копируете эту ссылку, вот так, копируете адрес ссылки и отправляете адресату или размещаете в тексте правил для авторов там в шаблоне письма для рецензиентов там, где хотите. Эта ссылка будет вести на скачивание вот этого файла, который у вас здесь в электронной редакции размещен. Дальше разбираем. разделы. Имеется ввиду разделы журнала. Их у вас тут много. Их и может быть много, может быть мало. Статьи это технический раздел, он создается у каждого нового журнала, просто чтобы мы могли импортировать архивы из электронной библиотеки, потому что все загруженные из электронной библиотеки автоматически оказываются в таком вот сводном разделе статьи. В принципе по умолчанию любой журнал делится на вот эти вот разделы. У вас могут быть разделы, внутри которых вы публикуете статьи, могут быть разделы, по которым вы принимаете статьи. Определяет в каком разделе выходит статья только сам редактор, сама редакция. Мы очень часто делаем так, что, например, заводим разделы по типам публикаций. Например, раздел оригинальные исследования, обзоры, систематические обзоры, некрологии, краткие сообщения, рецензии, аналитические отчеты по типам принимаемых статей. И делаем эти разделы доступными для авторов. То есть у них при подаче статьи как раз будет стоять вопрос, в какой раздел подать статью. И у этого же журнала делаем другой перечень разделов, внутри которых уже выходят принятые к публикации статьи, вошедшие в номер. И это, как правило, тематические разделы, то есть там неврология, философия, история медицины, культурология, еще другой принцип разделения. И одна классификация будет для обозначения, например, основанная на типах публикации, будет относиться к процедуре подачи статьи, другая классификация будет относиться к процедуре публикации статьи. Как этим всем регулировать? Вот в любой момент новый раздел. Ну, например, естественно, на русском, на английском все это создается. Сокращение будет видеть только редактор. Больше никто его не увидит. Можно задать, если у вас уже созданы формы для рецензирования, можно сказать, и их несколько, да, то можно сказать, какую форму использовать для рецензирования попавших в этот раздел рукописей по умолчанию. Можно, если вы будете показывать этот раздел в перечне разделов вашего журнала, можно поставить галочку, чтобы люди знали, что, например, этот раздел нерецензируемый. Например, вы заводите раздел для некрологов. Можно сделать так, чтобы резюме было необязательным полем при подаче статьи. Можно даже не включать в индексацию журнала, то есть статьи из этого раздела не будут предлагаться людям в поиске. Можно сделать так, чтобы авторы не могли подавать статьи в этот раздел. Например, вы заводите раздел для конкретного мероприятия, которое один раз было, вы в этом разделе статьи опубликуете, и все. И вам нужно, чтобы авторы туда ничего не присылали. Этот раздел как раздел журнал стать будет, но вы не хотите собирать через электронную редакцию в него статьи. Просто ставите галочку, что нет. Авторы подавать в этот раздел статьи не могут. Только редактор может распределить имеющуюся в электронной редакции статью. Такую же галочку мы ставим обычно, когда журнал использует схему, как я вам рассказал, принимают статьи в один набор разделов, а для публикации используют другой набор разделов. Соответственно, в этом случае те разделы, которые созданы для публикации статей, а не для принятия статей, они помечаются галочкой, что в этот раздел могут только редакторы отправлять. А соответственно, у тех разделов, которые нужны для публикации статей, стоит сразу и вторая галочка, что в этот раздел, что это раздел не наоборот, в те разделы, которые нужны для принятия статей, ставится галочка, что не показывать этот раздел в описании о журнале. то есть у вас есть на сайте такая страничка о журнале, и тут обязательно есть рубрика разделы и направления. Вот у вас здесь перечень разделов, которые существуют у вас в журнале. Ну, то, что они написаны большими буквами, кто маленькими, это отдельная тема, как быть, не должно, но это как написали, так и написали. В принципе, его бы почистить, потому что здесь, на сайте, спрашивают в основном о регулярных разделах журналов. Вот, и если что-то появляется вдруг, то неправильно выносить этот раздел, то есть какой-то раздел для однократного события, то неправильно выносить его в регулярные разделы. Или, например, вы в принципе не хотите базам данных показывать какой-то раздел, что вы вообще-то публикуете. У вас есть возможность в управлении разделами не показывать такой вот создаваемый раздел на страничке о журнале. Вы можете по умолчанию, кстати, скрывать именно авторов. Например, у вас есть раздел для таких редакционных статей, у которых не бывает авторов. Например, для поздравлений. Вот вы от редакции поздравляете. Это будет публикация в журнале, она будет в содержании, но не принято там авторов писать, не вставлять туда всю редакцию поименную. Поэтому вы можете сразу для таких разделов ставить настройку, что автор не указывать. при внутриэлектронной редакции система все равно будет спрашивать фамилию и имя и адрес электронной почты хотя бы одного автора. Но при публикации статьи в этом разделе фамилия, имя и вообще все данные автора отображаться на сайте не будут и передаваться во внешние базы данных не будут. То есть в состав XML для Crossref при регистрации DOE информация об авторах не попадет. В RINCE в XML для RINCE информация об этом авторе не выгрузится. Такая регуляторная надстройка. Ну и не показывать этот раздел в содержании журнала имеется в виду, что статьи в этом разделе в содержании журнала будут, а название раздела показано не будет. Иногда это нужно. Вот это создание новых разделов. Естественно, старые разделы можно поправить. Ну, например, мы захотим избавиться от написанных всеми заглавными буквами названий. Ничего сложного, просто нажимаем кнопочку править и переписываем название. А удалить можно? Не только править. Удалить можно, но при одном условии. Удалить можно только те разделы, в которых не было опубликовано ни одной статьи. Коллеги, можно я вмешаюсь? Да. Я прошу прощения. Я призываю всех ни в коем случае не удалять из этого списка никакие разделы, потому что очень трудно при большой истории, при большом архиве. Трудно запомнить, какой раздел статьи были опубликованы, какой нет, поэтому не удаляйте. Можно редактировать путем, так сказать, перемещения по списку. Неактуальные разделы переместить вниз по списку с помощью стрелочек, которые здесь есть, но удалять в коем случае не нужно, потому что это просто прямо приведет к такому факту, что у вас в выпусках, где этот раздел присутствует, исчезнет его название. Ольга Гегин, я дополню. Дело в том, что если, например, ну, например, вот у вас есть раздел межкультурная коммуникация, да, наверняка в этом разделе были какие-то статьи, или, в принципе, мы сейчас с вами посмотрим, какие у нас с вами психолингвистики, кстати, ни одной статьи не было. Межкультурная коммуникация, нету ни одной статьи. Мы отказались от раздела. Мы делаем спецвыпуски, а остальные два выпуска и собираем как бы сборную солянку, потому что 10 статьй, это невозможно сделать. Вот смотрите, вот у вас есть раздел рецензии. Рецензии, да, это раздел постоянный. Да, посмотрите, мы сейчас попробуем с вами вот найти здесь в перечне разделов этот раздел рецензии. Если мы нажмем на кнопочку удалить, мы увидим вот такое уведомление. Ничего удалено не будет. Нам сайт пишут, для того, чтобы удалить данный раздел, сначала нужно все статьи из него перевести в другой раздел. Причем это относится как к опубликованным статьям, так и к статьям, которые были в этот раздел поданы, но были отклонены и находятся сейчас в архиве. И также статьи, которые были поданы и еще не были опубликованы и находятся на рассмотрении в журнале. Пока этот раздел не окажется пуст исторически, удалить его нельзя. Его можно скрыть ото всех ото Например, есть раздел, который например, статьи. Интервью с переводчиками у нас в конце, это просто было в одном журнале, это был спецвыпуск перевода в конце, перед конференцией. Вторая позиция. Вы можете его скрыть, чтобы он нигде не отображался. Вы можете поставить, что в этот раздел авторы подавать статьи не могут вот эту галочку. И вы можете поставить галочку, что в перечне разделов вот здесь вот в общедоступной части сайта этот тоже исчезнет, поскольку это нерегулярный раздел данного журнала. Сохраняем, обновляем страничку. Вот он у нас и сейчас. Спасибо. общем перечне. Так можно в принципе причесать все разделы и избавиться от этого капса и в принципе скрыть те, которые вы не хотите показывать. Спасибо большое, я поняла. Ну если я так понимаю, все-таки есть на сайте разделы, которые никогда не использовались. Если они вам и в будущем будут не нужны, их можно попробовать удалить, чтобы просто вот этот перечень не мозолил вам глаза. Ничего страшного в этом нет, если там не было статей, то мы ничему не навредим в любом случае. так дальше мы с вами идем. Разделы разобрали. Формы для рецензентов. Сложная на самом деле тема. У вас вот сейчас есть две формы, но они обе не включены. То есть их когда-то создавали, можно посмотреть, как они выглядят, но их нельзя направить кому-то из рецензентов, потому что они не включены. Вот пустая совсем форма. А вот форма Manuscript Relation она вроде бы как есть. Только создана она как-то странно, потому что не надо требовать от рецензента писать свою фамилию и отчество. Система и так впишет его фамилию отчество в протокол. Вот вот это отдельная на самом деле тема. отдельный тренинг, 20-минутное видео о том, как создавать формы для рецензентов. Если у вас форма для рецензентов в журнале принятая и используемая есть, на основе вордовского или pdf-ного документа спокойно можно создать вот такую html интерактивную форму и использовать именно ее для отправки приглашений и работы с рецензентами. И у меня даже к вам будет просьба до следующего нашего с вами занятия мне, если такая форма есть, ее отправить, чтобы я мог вам ее завести на сайт, записать этот процесс, как он проходит. У вас бы эта запись сохранилась. Форма для рецензирования создаются очень редко. А мы бы с вами в следующий раз, когда уже будем разбирать само рецензирование, как раз попробовали бы эту форму использовать при взаимодействии с рецензентами. Вы посмотрели, как это работает на уровне электронной редакции уже в готовом виде. Дальше идем. языки. Тут просто перечень языков, которые у вас используются. Здесь обычно ничего не происходит, ненужная вам в ежедневной практике функция. Единственное, что здесь можно, это отключить, например, возможность отправки вам рукописи на русском языке или на английском языке. Ну и заполнять формы на сайте на соответствующих языках. Можно интерфейс какой-нибудь отключить, если вам вдруг перестанет быть нужен русский язык, можно его отключить. Но вряд ли. По поводу основной язык сайта русский. Сейчас у вас на сайте это вообще пришло из старых версий О'Джес, потому что по умолчанию сайт открывался на том языке, который вы там указали. Сейчас происходит немножко по-другому. Сейчас сайт на русском открывается только при определенных условиях. Во всех остальных условиях он открывается сразу на английском. Что это за условия? Сайт откроется на русском языке, когда вы просто, например, из гугла переходите на сайт. Если браузер интернета у посетителя на русском, если операционная система на устройстве, с которого он заходит и смотрит сайт на русском, или если он работает с территорией России, то есть по IP-адресу, этот IP-адрес привязан к России. Во всех остальных ситуациях человек зайдет и увидит сайт сразу на английском. дальше идем. Есть у нас с вами такая рубрика как импрессум. Обращаем внимание, у вас есть такая вкладка «Ряд коллегии редакция». Здесь перечень пользователей сайта и информация о них. нет, это у нас есть член редколлегии пользователей сайта. Да, это та часть пользователей сайта, которая является членами редколлегии, у кого-то редсовета, какими-то другими публичными лицами для данного журнала. информация на странице берется из базы пользователей этого журнала. А вот то, кого сюда выводить, а кого не выводить из всех сотен тысяч пользователей, как раз и управляется со страницы импрессум. Еще раз. Личный кабинет, раздел издатель, импрессум. Здесь созданы роли в команде журнала, которые у вас вообще есть, и которые вы бы хотели выводить для посетителей сайта в общий доступ. И, соответственно, можно управлять членством внутри данной роли. Когда вы нажимаете кнопочку членства, вам выводится перечень уже текущих пользователей сайта, например, членов редколлегии, которых вы уже включили, и есть кнопочка «Добавить человека». можно найти по фамилии и кликнуть «Добавить». вот у нас появился Андрей Александрович Иванов, и вот он появился. Сейчас мы обновим страничку. Он появился здесь. Соответственно, информация из его профиля, вот она сюда вывелась. Здесь же можно его и удалить, но мы его не с сайта удаляем, а именно из редколлегии. И он в этот же момент у нас исчезает из публичной странички с составом редколлегии. Поскольку у издателя же есть возможность и регистрировать новых пользователей, соответственно, если вам нужно кого-то включить и вы как-то стесняетесь человека попросить зарегистрироваться на сайте и внести о себе полную правильную информацию, вы можете сделать все вручную. Сами человека зарегистрировать, потом сами притянуть его в какую-то команду внутри своего журнала. Дальше идем. Почта. Это не отправка почты сайта, хотя так тоже можно. Это набор шаблонов для типовых событий, которые вообще в электронной редакции могут произойти. Вот у вас 99 включено шаблонов. Это 99 типовых событий, типовых ситуаций. Что такое типовая ситуация? Вы приняли решение публиковать статью. Об этом надо уведомить авторов. Это типовая ситуация. Вы приняли решение отклонить статью. Тоже типовая ситуация. Вы приняли решение о том, что статью надо доработать по замечаниям рецензента. Тоже типовая ситуация. Вы хотите поблагодарить рецензента за рецензию. Вы хотите пригласить рецензента, вы хотите дать задание литературному редактору, вы хотите дать задание верстальщику, вы хотите уведомить членов редкости и так далее. Вот таких типовых ситуаций у вас сейчас в электронной редакции 99. Есть ситуации, которые вы вряд ли будете пользоваться. Например, информация о том, что запрос у кого-то оплаты платежа. Эта ситуация предусмотрена, но она используется редко. Есть возможность такие совсем системные письма поменять. Например, письмо, которое получает новый зарегистрированный пользователь. Вот оно. Вернее, шаблон этого письма. Если вы хотите его немножко поправить, у вас есть возможность поправить его. Вот прям шаблон. Когда человек новый у вас регистрируется на сайте, он получает такое письмо. Вместо этих ключей, это то, что заключено в фигурные скобки, подставляются реальные значения от дальнего пользователя. Здесь фамилия, имя, отчество, здесь название вашего журнала, здесь его логин, пароль, который он только что создал на сайте. Здесь подпись главного представителя журнала, здесь еще раз название журнала. Вот такое письмо приходит всем по факту регистрации. Если хотите его поменять, вы можете его поменять. Единственное, что не трогайте ключи. То есть то, что в фигурных скобках и сами фигурные скобки трогать нельзя. Все остальное трогать можно. Полностью переписать весь текст. это раздел с почтой. Дальше. Редко используюсь раздел инструменты. Имеется ввиду инструменты читателя. Это классический набор функций, которые человек видит, когда просматривает страничку со статьей. Вот мы с вами открываем любую статью. и видим здесь вот этот набор инструментов. Распечатать, посмотреть метаданные, цитировать, отправить трубу по электронной почте, написать авторам. Здесь может быть немножко больше пунктов, а можно убрать какие-то из этих пунктов, если они нужны. Собственно говоря, этому и посвящен вот этот вот раздел инструменты. И еще там есть настройка блока Add This. Это, собственно говоря, вот настройка вот этой панельки. Какие здесь отображать элементы каких-то социальных сетей для лайка страниц на сайте. вот и опять-таки очень редко используемая функция это проверить ссылки, имеется в виду ссылки на связку с поисковыми базами данных, но это делается не для конкретного каждого журнала, делается в принципе для всей системы, редко когда это сам журнал включает в себе что-то отличное от всей платформы. Дальше идем. настройку журнала в конце с вами разберем статистика и отчеты. Вам может понадобиться информация о том сколько у вас в журнале просмотров, причем как аннотации, так и полных текстов. Вот это самая частая причина попользоваться модулем статистики и собственно говоря она у вас здесь есть не очень правильный перевод написано просмотреть отчет на самом деле это отчет о просмотрах отчет о подписке переведен правильно это отчет о подписке отчет о рецензиях если вы проводите рецензирование на сайте какая статья у скольких рецензентов была отчеты о статьях это перечень всех статей в журнале с указанием как тома года номера выпуска когда это все произошло это инструмент формирования отчета то есть если мы вот этим воспользуемся да сейчас кликнем нам на компьютер свалится экселевский файлик с информацией обо всех статьях за весь период существования сайта если нам нужно сделать отчет за какой-то период времени например за год вот с 24 ноября этого года по 24 ноября предыдущего года мы можем воспользоваться этим плагином и задать нужный нам диапазон и там тоже будет статистика сколько сколько просмотров сколько скачиваний статистика использования OGS это статистика заходов она вам скорее всего не нужна есть еще один интересный модуль который я надеюсь вы включите вы знаете что в общем-то серьезные журналы на международном уровне конкурируют друг с другом по скорости редакционных процессов и строгости отбора при этом ну тут вопрос в том насколько вы прозрачными готовы быть для аудитории ваших авторов и эксперт все журналы так или иначе готовы к какому-то уровню прозрачности это этично да но если вы хотите сделать быть максимально вот открытыми вы можете показывать реальную редакционную статистику если вы просто где-то в тексте на сайте забьете что у вас там брат вы отклоняете половину всех присланных вам статья 50 процентов этому никто не поверит это декларативные цифры они ну к ним относятся как ну так же как этическому кодексу то есть вот журнал должен был чтоб написать вон чтоб написал а вот если ну по крайней мере следовать традициям зарубежных крупных издательств журналов не размещают на сайтах реальные счетчики счетчики работающие в реальном времени меняющиеся прямо то дня ко дню то есть вы на одну и ту же страницу журнал заходите изо дня в день и видишь то счетчик поменялся счетчик сроков редакционных процессов у вас эти счетчики тоже включены единственное что сейчас они будут отображать не истинную информацию вы можете показывать вот на сегодняшний день посетителям вашего сайта следующие данные сколько опубликовано выпусков сколько опубликовано статей причем за каждый год сколько было подано рукописей сколько рукописей за указанный год было отрецензировано имеется ввиду получили окончательное заключение у нас с вами возможных два окончательных и два промежуточных решений окончательных отклонителей публиковать промежуточное решение это доработать по требованию редакции доработать по требованию рецензи здесь количество зафиксированных в электронной редакции окончательных решений за год ну да мы пересайт работаем вручную поэтому здесь цифра такая маленькая я понимаю вот поэтому поэтому и поясняю но если вы включаете это то есть не просто прописываете где-то у себя на сайте сколько у вас на статей там рецензируется за год то этому верят если это например меняется там от недели к неделе эта цифра к и видно что это живой счетчик то уровень доверия к этим цифрам гораздо выше вы можете и дать подробную статистику сколько вот из этих вот отрецензированных статей вы приняли сколько отклонили ну и соответственно будет виден процент от села можно еще отдельно показывать сколько статьи статей за этот период получили решение там доработать ну опять-таки только если вы ведете электронный документооборот через сайт здесь же рассчитывается количество дней на рассмотрение у вас сейчас его нету потому что по большинству статей просто вы не не вели протоколирование дней на рассмотрение рассчитывается сразу по всем статьям которые пришли вот в текущем году это промежуток времени с даты подачи статьи до даты принятия окончательного решения по этой статьи если статья была принята по подано еще в прошлом году а решение было принято в этом году то статистика относится к этому году дней на публикацию все то же самое только не от не до дня принятия окончательного решения а до дня появления этой статьи в составе выпуска ну и эта статья вот эта статистика у вас есть правда она всего о вот этим вот вот этим вот статья рукописям и здесь явно много статей мне кажется из архивов есть счетчики сколько у вас на сайте зарегистрированы пользователей сколько из них зарегистрировано в текущем году вот читателями отдельно они сейчас не отображаются ну и можно для авторов статей в их личных кабинетах включить возможность просто выводить информацию сколько было просмотров вот нас с вами скачался файлик с отчетом до отчета просмотров вот он экселевский да сейчас тут на самом деле просто удобнее смотреть на английском языке сейчас файл импортировать загружаем только что скачанную табличку с сайта импортировать данные ну вот собственно говоря у нас информация вот статьи с и ходишниками вот название статей принадлежность к тому номеру году дата реальной публикации на сайте дальше две собственно те самые колоночки которые нас сильнее всего интересуют количество просмотров аннотации то есть это количество заходов на страничку статьи и количество просмотров полного текста отдельно выделяется количество просмотров pdf количество просмотров отдельных языковых версий можно посмотреть большая таблица можно сразу сделать такую вот можно самые просматриваемые самые часто просматриваемые статьи да конечно их мы их можно по сейчас их можно посортировать ну вот например на сегодняшний день 7000 сейчас 7 нет 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 едва едва 726 тысяч раз это посещение страниц статей то есть просмотры и 443 тысячи раз это скачивание статьи то есть скачивание полных текстов вот если нужно посмотреть вот упорядочить их в порядке ну допустим какую статью чаще всего у вас просматривали не скачивали а именно просматривали сортировать по столбцу е сортировать по столбцу е от большего к меньшему 16 почти 17 тысяч раз статья 17 года выражение футуральности вас в афоризмах политического дискурса вот она чем она сильно отличается от всех остальных на втором месте вот вертикальный вид родства ну и дальше по мере бывания это посещение то есть это количество заходов на статью теперь вот давайте пытаемся то же самое сделать с количество скачиваний полного текста и тут будут другие результаты у нас на первом месте статья одиннадцатого года язык мода в эпоху глобализации на втором статья четырнадцатого года на третьем статья шестнадцатого года ну и так дальше они вот у вас все выстроены в порядке можно анализировать анализировать вот полезная удобная штука единственное что у вас большой архив у журнала поэтому от момента как вы нажали кнопочку просмотреть отчет вернее отчета просмотрах до момента как вам на компьютер свалится файл пройдет пару минут а можно ограничить каким-то годом для этого вам нужен плагин отчета просмотрах за период а вот спасибо вот выбираете например вот за год календарный давайте генерировать отчет ну и соответственно вам система тоже в течение минуты двух сбросит такой же экселевский файлик статистики по всем опубликованным статьям в журнале но только которые вы получили за календарный год если вам нужна статистика по всем статьям опубликованным за последний год этот другой формат запроса да тогда вы берете где я открывал нашу google табличку тогда вы берете предыдущий отчет то есть полный полный и сортируете все по дате публикации и просто все что за пределами интересующего вас года удаляете оставляете только вот статьи за интересующий вас год соответственно со статистикой по ним вот и все собственно говоря по статистике и рассказать мне больше вам нечего дальше идем это вот были у нас в разделе издатель статистика и отчеты модуль платежей понадобится вам если вы будете включать какие-то платные функции для кого бы то ни было для читателей для авторов здесь задается и валюта и расценки и собственно говоря включаются или выключаются те или иные платные функции и есть возможность ввести описание этой функции по умолчанию в OGS можно собирать плату за подачу рукописи то есть без гарантии дальнейшего ее опубликования за сам факт подачи когда это так называемый article processing charge когда редакция таким образом компенсирует свои затраты на рецензирование содержание сайта и так далее есть возможность брать деньги за так называемый fast track далеко не все журналы в мире этим пользуются это особый протокол скажем так экстренного рассмотрения обычно он не подразумевает каких-то гарантий публикации статьи но позволяет автором зафиксировать сроки рассмотрения там предлагают вот тут просто ну а вот у нас например в издательстве эта функция используется для вознаграждения рецензентов то есть обычное рецензирование это волонтерство и рецензенты ничего не получают но если мы перед рецензентами ставим задачу пожалуйста мы ждем от вас рецензию в течение десяти дней вот тогда мы то есть мы ставим им прям сроки тогда мы в общем то им и должны гарантировать оплату и как раз полученные от авторов средства идут на оплату экспертизы проведенные рецензентами мы в этом случае даже с рецензентами заключаем срочный договор обычно он не трудовой договор оказания услуг вот соответственно перечисление им оплаты вот но там рецензии ну по крайней мере по нашей практике даже чаще бывают отрицательные чем положительные вот плата за публикацию если активировать плату за публикацию то авторы подают статью совершенно свободно и в случае когда статья уже принято редакция обычно говорит что ребят да все статья одобрена мы ее опубликуем если вы заплатите вот это не становится не должно становиться сюрпризом если включена эта функция то информация показывается на официальном прям там где правило для авторов написано и на первом и на последнем шаге отправки рукописи прям вот висит текст о том что в случае принятия статьи вам будет необходимо заплатить и если вы включаете вот плату за публикацию то вы можете еще включить политику скидок и у авторов будет возможность написать что-то редакции например что вы знаете я вот несчастный студент гранта нет средств нет но если вы сочтете что работа интересная пожалуйста дайте мне возможность ее опубликовать без оплаты и у редактора в электронной редакции всегда есть возможность отменить необходимость оплаты любой статьи вот у вас может быть какая-то фиксированная политика скидок например вот я очень часто вижу крупные издательства делают прям такие политики скидок для целых стран например там статьи из стран с низкой экономичным низким уровнем экономического развития публикуются бесплатно то есть вы тоже так можете например да статьи за авторов за рубежа за денежку а статьи за а вот для всех на теле россии стопроцентное скидок это не значит что вы должны это просто инструмент которым вы можете воспользоваться дальше у вас есть настройка платежей за доступ для вас не актуально потому что у вас все в открытом доступе а так в принципе это для как раз задание цен на доступ к статье на доступ к выпуску вот отдельно методы платежей это возможность подключения платежных модулей то есть как вы будете обрабатывать платежи ну и история имеется ввиду история платежей все платежи система фиксирует всегда можно найти кто когда чего заплатил какую функцию вот дальше мы с вами идем в раздел модули тут много всего технического и вам для редакции ненужного что вам может действительно понадобиться или по крайней мере вот вы должны знать где это находится первое модуль публичных идентификаторов открываем в отдельной вкладочке здесь есть два плагина это урн мы им не пользуемся и дои и ваши настройки того как при система присваивает дои находится вот на этой странице здесь указан префикс здесь вы выбираете каким правилам система будет следовать чтобы назначать дои статьям сейчас у вас стоит вариант что дои назначает редакция и система отобразит тот дои который редакция сама введет при публикации каждой конкретной статьи можно включить назначение дои по алгоритму если редакция и OGS использует один и тот же алгоритм у вас получается один и тот же результат соответственно вы с одной стороны можете заранее знать какое у вас будет дои и не ошибаться с другой стороны этот дои может быть известен задолго до публикации статьи это например важно для функции публикации онлайн first Юрий Иванович можно ремарочку да вот именно это место находится в компетенции и пока у нас специалисты пока этим занимается поэтому редакции журналов прошу вот не вмешиваться в этот узел все вопросы при необходимости нужно сначала обсуждать естественно и специалист сделает то что будет выработано в результате обсуждения окей но в любом случае знайте что такие возможности у каждого журнала есть и они могут отличаться от журнала к журналу здесь же настройки которые касаются функции кроссмарк это интерактивизация pdf то есть снабжение уже после публикации на сайте pdf интерактивными элементами обеспечивающими возможность информирования читателей об изменениях которые произошли со статьей после ее публикации в журнале типичные изменения это выход комментариев это выход обновлений публикация коррегендум и безусловно ретракция это типичный набор вот этих вот постпубликационных изменений вы сейчас пока этими функциями не пользуетесь но весь инструментарий чтобы это включить у вас находится опять таки на этой странице что еще из модулей вам было бы интересно узнать если вам понадобится что-то разместить в правой стороне сайта какой-то блок то эти блоки создаются вот здесь в модуле блоков причем даже не создаются они там правятся там можно внести в них изменения а создание блоков оно находится вот здесь вот в остальных модулях и в общем-то это вот третий пункт из всего перечня блоков который вам может быть интересен вот он сразу вам вылезает управление блоками пользователя можем сейчас посмотреть в настройки увидим перечень тех блоков которые здесь специально для этого журнала были созданы если их по умолчанию не было мы их создавали индексинбай ссылка на ретрагированные статьи блок вот этот вот баннер подать рукопись отправить рукопись да и вот недавно у вас появившихся индексинбай скокс с жар вот соответственно перечень блоки можно удалять перечень блоков можно дополнять причем здесь вы именно дополняете сам список блоков то что в этих блоках будет содержаться справится вот там где я вам раньше немножко показал здесь в остальных модулях настраивается например связка с гуглоаналитикой связка с антиплагиатом где-то сейчас мы до него дойдем если например у вас на этапе перезаключения договора с антиплагиатом там обновится логин пароль во первых вы здесь его можете включить я кстати вот у максима митриевича уточню видимо здесь у вас нету связки электронной редакции с антиплагиатом сейчас я вам могу сказать у нас нет действительно связки потому что нам наши службы занимающиеся антиплагиатом не позволяет осуществить эту процедуру до конца а почему какая даже не объясняют почему но этот вопрос она так и не увенчалась успехом на это много времени сел переговоров потратили антиплагиат согласен все хотят но наша служба вот внутренне почему-то не предоставила нам такой возможности сначала объясняли ну сейчас может не стоит вдаваться в подробности что у нас все завязана регистрация на логинах и паролях от личной почты корпоративной сотрудников а там предполагалось через API как-то через какую-то другую это делается через API вот и почему-то вот как-то технически для них это показалось непреодолимым и нам в этом отказали поэтому все проверяют в своих кабинетах есть ответственные в общем через по-другому эта система решена не через сайт журнала к сожалению на самом деле тут было бы наверное все-таки поудобнее да никто не спорит антиплагиата просто написав в поддержку представившись указав номер действующего договора можно попросить логин пароль идентификатор RUDN в антиплагиате и уточнить порт подключения и все у вас будет работать и подключены будут все те же базы которые куплены для самого RUDN ну вот то есть как бы на самом деле задача пустяковая может быть стоит еще раз к этому в какой-то момент вернуться ну потому что действительно отправлять из электронной редакции статьи на проверку ну просто удобнее ну вот не удалось причем я писала несколько служебок потом эти служебки знаю историю вопроса писала но ноль-ноль просто если вам уже все равно закупили антиплагиат а вот доступ по API он ничего дополнительного не стоит и получается что вы потратили деньги а используете не все купленные функции то есть тут такая вот может быть руководство имеет смысл вот с этой позиции говорить что ребят мы вот забиваем гвозди ноутбук вот тут же собственно говоря весь набор в этом разделе сайта инструментов которые как правило один раз включаются и больше не сюда люди не заходят но если вам понадобится что-то выключить или перенастроить просто знайте где это находится вот например тот самый плагин архивации вашего журнала о котором я говорил связка с международной сетью ПКП ПЛН здесь можно и поменять настройки и посмотреть какие выпуски уже в международной сети заархивированы это актуальный статус ну то есть собственно говоря сейчас у вас 55 выпусков журнала на сайте вот все 55 они в ПКП ПЛН активированы можно даже вручную туда им перенаправить вот дальше подробнее наверное уже здесь останавливаться не буду нам с вами нужно вернуться и все-таки попытаться успеть завершить без особого выхода за регламент у нас с вами остались две надписи по которым мы не проходили значит первое это импортировать и экспортировать данные причем обращаю внимание эта надпись есть вот здесь из личного кабинета издателя и эта же надпись есть у редакторов то есть если человек не имеет прав издателя но он редактор в журнале у него тоже доступ к этой странице будет что здесь здесь программки которые используются для отправки выпусков вашего журнала во все базы данных например в Дуаш или в кроссрайф то есть регистрация ДВР не настройки а именно сам процесс передачи информации из выпуска в базу данных вот здесь там подмет ну правда у вас не медицинский журнал это не настолько актуально РИНС раньше работал ИСКОПУС но они в июне со своей стороны закрыли доступ по ФТП поэтому сейчас он к сожалению уже без бесполезен и в общем даже ЭПСКОП если ваш журнал там будет индексироваться поэтому как правило вот мы когда у себя в журналах публикуем выпуск там в течение буквально нескольких минут после публикации выпуска сотрудник издательства заходит на эту страничку и отправляет выпуск во все базы во все коллекции где этот журнал должен появиться у нас есть сводная табличка по журналам какой журнал куда нужно отправлять регулярно вот в соответствии с этой табличкой человек использует эти функции ну например регистрация в кроссрайф достаточно просто да вот мы у нас есть перечень статьи перечень выпусков публикованных человек заходит видит список уже опубликованных выпусков если бы журнал использовал онлайн фест тут могла можно было бы зарегистрировать и для статей которые еще не опубликованы в составе выпусков но уже опубликованы в режиме онлайн фест но у этого журнала функция не включена ну и собственно говоря вот у нас перечень выпусков и мы можем напротив любого или сразу нескольких нажать кнопочку зарегистрировать и система создаст xml файлик он улетит в кроссрайф причем обновление информации например вы что-то подправили в описании статьи выявили ошибку например там я не знаю лишняя точка в названии ну вот и это случилось там не сразу после публикации выпуска вы поправили это у себя на сайте вы можете зайти и отправить в кроссрайф еще раз информацию до и уже зарегистрирована информация по ним просто обновится так так же в общем то выглядит работа и по другим плагинам может быть единственное остановлюсь на и лайбрари тут немножко по-другому к сожалению они со своей стороны не готовы принимать выпуски по аппе и мы можем только нажимать кнопочку экспорт получать себе на компьютер вот такой вот zip архивчик где будет лежать xml файл созданных по их правилам и потом использовать этот зип архив для загрузки в ринс что здесь примечательно и интересно в этот xml файл загружаются в том числе и рецензии и информация о рецензентах если вы это проводили через электронную редакцию и если у вас есть соглашение с ринс на передачу информации о рецензировании то эта информация из этого xml файла попадет потом в ринс ну на соответствующих условиях потому что у них там много разных условий по степени закрытости открытости этих данных вот мы сейчас передаем туда не только файлы pdf самих статей вот но также и файлы изображений и ринс научился эти файлы отображать там так прямо есть перечень дополнительных файлов по каждой статье то есть можно передавать не только не только pdf можно передавать и разные языковые версии если они у вас журнали выходят так про этот раздел сайта рассказал ну и самый напоследок самый такой страшный основной это строчка настройки журнала почему страшный основной потому что тут какие-то правки прям сразу очевидным образом влияют на на весь сайт целиком все настройки это основные настройки по вашему журналу и здесь же все основные тексты которые размещены у вас на на сайте они разбиты по категориям их пять детали ну тут все достаточно примитивно название журнала ассм номера если что-то поменять изменить соответственно вот это место идентификатор в лайбре используется как раз при передаче архивов в ринс раздел почтовый адрес выводится на вкладочке контакты вот он если что хотим поменять что-то в контактах то нужно менять здесь дальше идут обязательно два представителя журнала один основной представитель журнала то есть кому будут писать в личных сообщениях по данному журналу и второй это человек которому должны обращаться за технической поддержкой именно по сайту журнала дальше настройка электронной почты логин пароль от доступа к почте лучше здесь ничего не менять но если вдруг в какой-то момент у вас от почты вашего журнала поменяется пароль то до тех пор пока вы не поменяете его вот здесь вот на сайте сообщения из электронной редакции уходить не будут в этом пожалуйста помните информация об издателе здесь подчеркиваю должно быть указано название которое числится за издателем в кросс реф то есть не просто какой-то вот произвольный перевод а именно так как вы в кросс рефе значитесь информация о спонсорах информация об учредителях то как журнал должен страницы журнала должны называться в поисковиках ключевые слова по которым поисковые системы должны ваш сайт показывать в первую очередь ну и раздел из журнала на самом деле тут имеется в виду история переименований и история смены ассн какой журнал был преемником какого более раннего журнала но вообще это поле используют так произвольно естественно вся информация должна правиться синхронно на русском и на английском инициалы журнала это не что иное как некая ну это инструмент до инициалы журнала поставляются в электронные сообщения которые выходят из электронной редакции ставится в квадратные скобки в начало каждого сообщения больше ни за что эти инициалы не отвечают а вот например полное название и краткое название вставляются в метаданные в кросс реф в составе дои и так журнал будет звучать в библиографических всяких базах данных дальше страничка с политикой здесь есть как я говорил обязательные разделы предусмотренные по умолчанию и необязательные информация с шага политика второго шага настроек выводится вот сюда все вот эти вот страницы фактически формируются с второго шага настроек журнала и они так и построены здесь предметные области цели журнала это у нас с вами здесь называются цели и задачи тематический охват как раз вот текст отсюда транслируется вот сюда разделы и направления формируются из тех разделов и направлений которые у вас у нас с вами были в разделе издателя мы это уже проходили дальше у нас здесь идет рецензирование как раз на втором шаге пролистывая чуть вниз мы оказываемся в разделе рецензирование и здесь текст который увидят все 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 это политика рецензирования в вашем журнале а вот здесь есть поле для текста который будет адресован только рецензентам и его увидят только рецензенты обычно сюда вставляют инструкцию по рецензированию какие-то ссылки на обучающее видео или правила и так далее этот текст будет отображаться только на страницах рецензирования на сайте дальше идут настройки процесса рецензирования у вас состоит настройка отправка рецензий по e-mail это так называемая старый протокол разбираться с рецензированием будем в следующий раз мы у себя в издательстве его практически никогда не используем почти всегда у нас идет стандартный процесс то есть с привлечением рецензентов на сайт журнал дальше тоже формальные настройки сроки рецензирования используются для того чтобы электронная редакция помогала вам и напоминала вовремя рецензентам о том что они не справляются со сроками это функция для отправки вот сочетание рецензирования с отправкой файлов через e-mail и прямой доступ рецензентов оно бессмысленно потому что прямой доступ рецензентов это когда мы приглашаем рецензента через электронную почту предлагаем в составе письма с приглашением просто кликнуть на ссылку из письма и перейти на страницу рецензирования если у нас включена включен прямой доступ для рецензентов то система сайт не будут у него спрашивать никаких логинов и паролей человек правда не сможет никуда дальше перейти то есть в личный кабинет войти без логина и пароля там историю рецензирования посмотреть без логина и пароль не сможет но отрецензировать вот конкретно эту статью эту ее версию он сможет и без логина и пароля вот еще вернемся в следующий раз раздел для сайта о конфиденциальности значит про конфиденциальность написано вот здесь и текст который написан вот здесь он как раз определяется вот значением этого поля дальше идут так называемые необязательные странички вот мы видим текст про индексацию про этические принципы про оплату за публикацию про политику репринтов и вот они у нас с вами вот соответственно хотим что-то поменять здесь нам нужно зайти в личный кабинет издателя и перейти на второй шаг настроек журнала текст про архивацию и сама функция архивации включается в самом конце политика сохранения данных тоже про архивацию у нас с вами написано вот тут и все что написано здесь транслируется вот из этого поля дальше идем прием статей когда нам нужно поменять правила для авторов нам с вами нужно вот эта страничка мы можем сделать какие-то части процедуры подачи рукописи обязательными какие-то данные обязательными бывает очень полезно когда авторы прямо на входе не могут пройти не могут подать к вам вскокус индексируемый журнал статью до тех пор пока не укажут оркит всех своих соавторов очень полезная функция очень советую сам текст правил для авторов если нужно наносить изменения в текст правил для авторов это вот сюда дальше идет чек-лист он у вас коротенький но можно добавить пункты можно поменять значение пунктов чек-лист видят авторы на первом же шаге подачи статьи то есть когда они кликают подать статью вот у них требования к рукописи и пока они галочкой не отметят что выполнили эти условия дальше их система не пустит вот количество пунктов в чек-листе на русском и на английском могут не совпадать это нормально вы от например там англичан можете требовать не то и не столько сколько там коллег из России условия использования имеется ввиду договор оферта текст ее размещен здесь и значение этого поля транслируется во-первых вот сюда на странице журнале авторские права а во-вторых оферта доступна человеку отправляющему рукопись нерассмотрения вот здесь и соответственно в вашем журнале так пока человек не поставит галочку что он с офертой согласен и принимает ее условия подать рукопись он не может соответственно все рукописи которые попали к вам в редакцию через сайт автоматически для вас означает что авторы передали вашему университету необходимый объем прав для дальнейшей работы и публикации этой статьи и отдельно как-то с авторами обсуждать вопрос заключения лицензионных договоров просто не нужно дальше у вас идут настройки как уже значит какие правила будут применены к опубликованным статьям кто будет правообладателем как будет определяться год защиты авторского права по дате публикации выпуска или по дате публикации статьи иногда это не одна и та же дата этим пунктом вы как раз требуете соглашаться с офертой этим пунктом вы требуете не требуете а говорите что с на сайте на страницах опубликованных статьи будет отображаться информация о правообладателе дальше вот тут вот странно потому что у вас вроде как лицензия creative commons но вот здесь вот она не проставлена должно быть как-то синхронно давайте посмотрим что у вас на самом деле в статьях статьях у вас creative commons и здесь правильно значит сейчас прямо с вами ошибку эту исправим лицензия creative commons атрибуция 4.0 вот так ну и соответственно отображать ее или нет тоже можно поменять у вас сейчас отображается это правильно конфликт интересов соответственно если вы включаете соответствующие галочки то при подаче статей для авторов и при заполнении лицензии для рецензентов будет появляться дополнительное текстовое поле куда мы автором и рецензентом будет предложено ввести информацию о том есть у них или нет конфликт интересов есть есть то какие к этому полю будет присоединено некое пояснение которое можно будет по клику посмотреть и вот текст этого пояснения вот тоже можно поменять дальше настройки в общем то какие вы идентификаторы используются для статей у вас включены только ключевые слова для гуманитарных журналов это более чем достаточно это уведомительное поле оно вам не нужно это настройки кому куда отправлять копии статей о том что поступило новое рукописное рассмотрение чтобы ее просто не пропустить то есть на всякие редакции обычно себя подстраховывает и просят продублировать письмо о том что поступила статья на несколько адресов электронной почты ведь сейчас письмо отправляется и основном представителю журнала то есть главному редактору и еще по одному адресу электронной почты кроме главного редактора вот то есть таким образом например редактор главный редактор если у него еще и функция редакции в на сайте стоит то он будет о каждой статье получать несколько писем как минимум два первое письмо уведомление о том что поступила новая статья второе письмо это копия письма благодарности авторам которые получили авторы за отправку статьи вот такое вот просто дублирование помощник разметки цитат вам нужен только если вы будете формировать full text xml для отправки международной базы данных уже на этапе работы редакции этой ну вот из объективных причин это делать сейчас имеется только желание индексироваться в обмен централ для вашего для вашего журнала информация не не столь важный не столь актуальная но здесь же вот в этом пункте 3.8 находится переключатель возможности использовать двух списков литературы некоторые журналы чтобы не создавать вот этот вот совмещенный список литературы с референс и не писать дополнительно информацию о цитированных источниках на английском внутри ссылок исходно написанных на русском вот они просто создают два списка литературы у них каждой статье идет два списка один список литературы и он отправляется в ринц а другой референс и его отправляют в скопус или по крайней мере на него смотрят в скопус а соответственно на сайте на русской странице со статьей отображается список литературы на русском вот а референс отображается для при просмотре сайта на английском у вас такое не включено у вас один список литературы ну если вы в какой-то момент поменяете решение просто включите вот эту настройку и авторы при подачи статьи будут иметь возможность вести два списка литературы и редакция потом тоже будет иметь возможность при уже публикации тоже внести два списка каждое свое поле юрий иванович насколько я помню у нас все-таки эти списки если они действительно два разных статьи они так размещаются только я думаю что их просто специалист издательства вручную там раскладывает вот смотрите берем вот статью более-менее свежую из последнего номера у нас на страничке статьи есть вкладочка список литературы это англоязычная статья на английская статья полностью да если бы журнал использовал систему двух списков литературы то вы все равно бы вынуждены были для этой статьи создать второй список по правилам Ринца он же старый ГОСТ вот и сделать два списка давайте посмотрим какую-нибудь вон явно статью русских авторов это весь номер англоязычный русские авторы там есть но статья на английском языке опять-таки список только на одном хорошо идем в архив берем вот второй номер второй номер пока вы ищете все-таки задам вопрос а какой смысл если англоязычная статья источники уже или изначально на английском объясняю в чем смысл зачем слышно объясняю в чем смысл раньше по крайней мере Ринц не пропускал к себе информацию об опубликованных статьях если использовался комбинированный режим создания списка литературы то что рекомендовал скопус то что рекомендовал веб оф сайенс то есть когда например источник на русском и к нему дописывается информация в латинице вот Ринц такие списки литературы не пропускал и на этапе отправки статей в Ринц приходилось перерабатывать все списки литературы во всех статьях выпуска то есть убирать тоже вот это вот убирать только в случае если бы это было на русском у вас была бы ссылка на русском в языке потом по правилам скопуса была бы ссылка на английском вот вот Ринц такого не допускал если он видел такое он возвращал проекты на доработку и требовал чтобы источники были ссылки на русскоязычные источники приводились только на русском без всяких квадратных скобок и информации на английском для многих журналов поскольку там значительная часть ссылок традиционно была на русскоязычные источники было гораздо проще создать просто два отдельных списка один для Ринца один по требованию скопуса Юрий Иванович полностью согласна и у нас как раз больше таких именно журналов где существует оба списка просто мы эту проблему решили в издательстве соответствующим образом к сожалению сейчас в нашем мероприятии не участвует представитель который этим занимается она могла бы более четко пояснить это все ну короче говоря эта проблема решена у нас вот просто сайт у вас сейчас вот эта настройка да на которой мы остановились где-то она у нас вот она шаг 3 она как раз позволяет включить возможность для каждой статьи вводить два разных списка литературы по умолчанию список литературы один и на обеих страницах каждой статьи и на русской и на английской выводится один и тот же список литературы если включить возможность выводить разные списки на русской и на английской странице Соответственно, у редакции и у издательства будет возможность вводить в два разных поля два разных списка. Один, условно говоря, для русскоязычной страницы статьи, второй для англоязычной страницы статьи. Вот и все. Это настройки роботов, которые обрабатывают списки литературы, результаты этой обработки потом используются при регистрации ДОИ. Но это вам особо не нужно. Дальше. Извините, пожалуйста, можно на предыдущей? Вот там, где вы говорили, что Оркид, нужно поставить галочку. Поставьте, пожалуйста, одну галочку. Поставить? Хорошо, поставил. И еще покажите, пожалуйста, где вам нужно указать, чтобы система не пропускала загрузку статьи, если не указана афилиация и должность, и позиция? К сожалению, такой позиции нет. Поле места работы всегда будет опционально для заполнения. Вы не можете сделать это поле обязательным. Поняла. Но Оркид пускай остается. Хорошо. Просто безымянный актор. Не понимаешь ниоткуда они? Да, да, бывает такое. Понимаю. Чтобы найти даже профиль, нет полного имени. Только стыд инициал, и все. Делай, что хочешь. Коллеги, только давайте уточним. Смотрите, если мы ставим эту галочку, не приводит ли она к тому, что он не сможет даже загрузить, если у него случайно нет Оркида? Если у него случайно нет Оркида, он может его получить в течение ближайшей минуты, зарегистрировавшись на Оркид Орк, и это занимает минуту. Потому что мы потом отдельно пишем всем, пожалуйста, пришлите. Ну, понятно. Вопросы к тому, Татьяна Викторовна, чтобы вы понимали, что вы ставите условия обязательные, без которого он вообще статью не загрузит. Да, причем ему прямо система будет ругаться и подсвечивать, что вы не загрузили. Более того, система еще и проверяет правильность Оркида. Мы, по крайней мере, по Оркиду можем как-то его идентифицировать. Я вот вчера просматривала статьи, я просто вообще не вижу, из какого университета, кто он, студент, преподаватель. Есть публикации, нет публикации. А Оркид, по крайней мере, какая-то связь с автором. Кстати говоря, это не только связь с автором, это и показатель грамотности автора. Вот именно, конечно, его активности тоже публикационной. В регионах многие даже не представляют, что это такое. И поэтому, когда они присылают статьи, а их, в принципе, нет в международных базах данных, а для них это единственный путь, куда вообще поставить, то мы в многих регионах просто отрезаем журналы. Это удобный, на самом деле, пункт. Редакция должна быть готова к тому, что такое требование может вызвать некий негатив, по крайней мере, по началу от авторов. Но это преодолимо, особенно в свете того, что для журнала и для сохранения статуса скопуса индексируемого, и для роста библиометрических показателей все-таки Оркид важен. И журнал, требуя с авторов этот Оркид, в первую очередь заботится не о самом себе и не о каких-то там личных интересах, а о самих авторах. Поэтому это все преодолимо, хотя и вызывает поначалу, ну, какое-то возможность сопротивления. Просто мы должны быть готовыми при переписке таким авторам посылать руководство для заведения Оркид. И, кстати говоря, это им поможет. Идем дальше. Четвертый шаг. Значит, здесь у нас с вами... Сейчас я нам открою опять-таки страничку о журнале, что мы видели. Значит, на четвертом шаге у нас вот этот текст заносится. Политика свободного доступа. То, что написано вот в этом окошечке. Здесь же можно сказать, что нет, этот журнал будет по подписке или вообще вот ЖС не будет использоваться для публикации выпусков. Да, в данном случае журнал открытого доступа и то, что написано вот в поле на четвертом шаге про политику открытого доступа, как раз транслируется вот сюда. Дополнительные ограничения вам не нужны. Если вы их будете ставить, это будет противоречить правилам ДУАЖ. Поэтому тут все отключено. Это как раз возможность заблокировать при регистрации новых пользователей получениями каких-то функций. Например, сейчас любой новый человек на сайте может сказать, что он хочет рецензировать. Если вы снимете эту галочку, соответственно, новых рецензентов самотеком у вас появляться не будет. Каждого рецензента вам нужно будет приглашать отдельно, ну, зная его фамилию или адрес электронной почты. Это всегда на усмотрение редакции делается. Как удобно, так и настраиваете. Планирование выпусков. Сколько раз журнал выходит? Это у нас с вами вот здесь, периодичность. Вот, соответственно, поле для введения этого текста. Как рубрифицирован журнал, том, номер, год, здесь все хорошо. Название, если поставить галочку, оно будет являться обязательным. У вас не все выпуски имеют какое-то свое название, поэтому оставляйте пустым. Вот эти данные нужны для того, чтобы система при создании новых выпусков просто вам сама подставляла нужные значения. И вот включение функции публикации статей в режиме онлайн-ферст. То есть возможность переводить в общий доступ статьи, которые уже редакции приняты, уже даже сверстаны, но еще в очередной выпуск не попали, этот выпуск не опубликован. Это очень востребовано журналами с большой очередью на публикацию. Но и, в принципе, это позволяет значительно снизить сроки от подачи до публикации. И достаточно хорошо конкурировать между ведущими журналами во всем мире. Соответственно, если включить эту галочку, у вас прямо на сайте в панельке «Выпуски», вот здесь есть текущий выпуск, корритерогированный статья «Архив», то еще появится строчка «Принят в печать». И там будет отдельный перечень статей, которые вы публиковали онлайн-ферст. Как это работает, на другом журнале покажу в следующий раз. Сейчас на этом 17 на 8 не будем. Юрий Иванович, наверное, разрешите нам, потому что у нас действительно есть такие статьи, которые... Хорошо. Хорошо. Разрешаю тогда в следующий раз буквально две минуты. Подождите, пожалуйста, секундочку. Можно прежде, чем ставить галочки? Пожалуйста, Юрий Иванович, уточните историю с назначением «Дуэ» для таких статей. Все очень просто. У вас на сайте сейчас «Дуэ» назначается не по алгоритму, а по введенной информации редакции и издательствам. Да, да. Соответственно, пока поле вы вручную не заполните, «Дуэ» у статей, даже опубликованных в режиме онлайн-ферст, отображаться не будет. Вот этот момент немножечко беспокоит, потому что статья уже в доступе, в открытом. Она как бы остается вот без идентификатора, который бы мог хоть как-то защищать. Со стратегической точки зрения самый простой способ – это убрать из алгоритма назначения «Дуэ» диапазон страниц. То есть не использовать диапазон страниц в «Дуэ» вообще, а опираться на айдишники статей или на что-то другое, что не будет зависеть от расположения статьи в конкретном выпуске. Тогда «Дуэ» будет известен для данной статьи с момента, как она вообще в редакции появилась. И его, этот «Дуэ» можно будет ввести прямо перед публикацией статьи, или система сама его будет уже сразу показывать и предлагать. И зарегистрировать «Дуэ», то есть активировать его для опубликованной в режиме «Online First» статьи можно будет просто нажатием кнопки в течение 10 секунд сразу после публикации статьи в «Online First». А при попадании в выпуск, соответственно, эта статья «Дуэ» не поменяет. Она поменяет, что там у нее появятся страницы, еще что-то, но «Дуэ» останется в том же самое. А сам факт, что издатель вдруг на середине пути, что называется, примет решение о том, что у него «Дуэ» будет выглядеть по-другому? Алгоритм назначения «Дуэ» – его цель, его смысл – обеспечение уникальности. Это единственный критерий правильности «Дуэ». Ну, то есть, издательных страниц нет их, ни для кого это не важно на самом деле. Главное, чтобы не было в журнале двух одинаковых «Дуэ». Какой для этого издательства использовать алгоритм – вообще неважно. Раньше, например, в конце 2000-х, в начале 2010-х была мода на большие «Дуэ», на длинные последовательные цифры, и считали, что в этом есть какой-то смысл, значит, чтобы сложно было повторить еще что-то. Сейчас, в последние годы, сам CrossRef рекомендует делать «Дуэ» настолько короткими, насколько это возможно, чтобы снизить вероятность ошибок. Да, там прям приверстки, например, кусочек. Ну, и облегчить верстков, в принципе, да, понятно. Они там не торчали. Поэтому все издатели, так или иначе, алгоритм присвоения этого «Дуэ» рано или поздно меняют. Там признают, что один слишком сложный или с ним слишком много возни, или он нам, например, не подходит, потому что мы на онлайн-ферст переходим. Ну, вот, и это вообще нигде не отражается. Главное, чтобы у вас не оказалось в одном журнале двух одинаковых «Дуэ». Все. Ну, спасибо вам за эту информацию, потому что мы вот будем, да, собственно, решать эту проблему непосредственно практически для данного журнала. Ну, и, может, еще для кого-то тоже. Очень важно. Жаль, что, опять же, нет никого из ИПК, непосредственно исполняющих ролик. Ну, я надеюсь, будет запись. Вы же записываете наше сегодняшнее. Да, запись идет. Вот, и можно, я думаю, будет показать. Ничего секретного тут нет. Последняя страничка на сегодня – это вид журнала. Значит, тут отдельно. Пункт первый – это вид… Сейчас покажу. Это вид журнала на общей странице всех журналов портала. То есть вот здесь написано, как журнал будет называться на страничке портала, логотип, какая будет использована обложка. Причем я бы, честно, рекомендовал перейти с загруженной миниатюры на обложку последнего выпуска. Но там, как решить это, может иметь вопрос как бы такой стилистический. И смотрите сами. Дальше. Содержание. Опять-таки, вот у вас на портале журнала вот этот текст. Что написано про журнал? Вот он здесь задается. Содержание главной страницы. Вот тут единственная такая неточность. То есть не журнала, а портала журнала. Дальше у вас идет блок информации, собственно говоря, что будет на главной странице самого журнала. Опять-таки, обложка. И дальше вы регулируете, что там показывать. Какой текст? Показывать ли статьи, которые вы приняли в онлайн-ферст, уже опубликовали. Есть возможность показывать избранные статьи. Если включить этот пункт, то в составе выпусков вы сможете отмечать избранные статьи, которые хотите подсветить, выделить среди остальных. И они будут показываться у вас на главной странице. Ну и можно, в принципе, с удержанием текущего выпуска. Вы избранные или наиболее цитируемые? Нет, тут нет привязки к цитируемости или к посещаемости страниц статей. Это вы вручную просто говорите, что вот мы хотим, условно говоря, посетителю сайта. В первую очередь мы вам рекомендуем почитать вот это. Редакция считает, что это наиболее важное. Это вот такое принудительное подсвечивание чего-то из опубликованного вами контента вообще. Поставьте нам, пожалуйста, галочку, потому что я уже об этом давно говорю и давно мы хотим это сделать. Давайте сразу покажу, как это будет работать. Мы это сейчас включили. Просто потом забудется. Определяет, какая статья избранная, какая нет. Редактор. Вам для этого нужно попасть через электронную редакцию в содержание старых выпусков. Ну и, например, вот перед нами последний выпуск. Видите, у нас есть колоночка избранная. Надо просто проставить галочки. Вот просто сейчас мне буквально там четыре статьи выделите на взгляд, кого отмечите. Можно предыдущие? Хорошо, ладно. Давайте выделим. Ну вот Музов. Да, третья. Данцигер. Ну, хватит пока. Я потом подумаю. Чтобы никого не обидеть. Хорошо, сохранить. А из предыдущего? Ну, просто два будут не очень красиво смотреться на главной странице. А, вот уже три есть, да, из предыдущего выпуска. Хорошо. Вежбитская, пожалуйста. Отметьте Вежбитская. Вот тут. Физотические примитивы. Вот смотрите, как это выглядит. Будет на главной странице. Обложка журнала, текст о журнале. Вот избранные статьи. Ну, соответственно, если их много, то можно... Прокручивать и прям по ним переходить на сами страницы этих статей. Это так называемая каруселька, когда все в одну полосу. Можно сделать так, что они будут не каруселькой, а блоком. Выглядеть это будет вот так. Вот. Исключительно вкусовое такое, вкусовое решение. Как хотите, так и сделаем. Много места занимать, и как бы мы туда не сможем добавлять. Там, где каруселька, так это туда-сюда листаешь. А здесь как? По мере того, как вы добавляете статьям статус избранное, этот блок, в принципе, будет расти и занимать все больше места. И придется со временем статус избранное у кого-то отнимать. Мне кажется, да, вот лучше оставьте нам, как это каруселька поставить. Карусельку, хорошо. Там, получается, будет больше накапливаться, да? Ну... Все пострелочки будут. Оно будет накапливаться, не увеличивая вертикальный размер этого блока. Ну, хорошо. Очень хорошо, да. Где-то, где-то, где-то. Я пролистываю. Парусель. Вот. То же самое с принятым в печать. Это отображается таким же блоком. Так, информация про журнале. Вот про журнал. Вот она. Как журнал будет называться? Шапка. Это имеет шапка вот с сайта. Вот она, Russian Journal of Linguistics. Кажется, на самих страницах статьи, на страницах журнала, на внутренних будет отображаться именно вот это. Альтернативный верхний колонн-титул и нижний колонн-титул, в принципе, может быть использовано для размещения баннеров. Но, как правило, журналы этого не делают. Дальше. Вот тут идет как раз управление. Помните, мы с этого с вами начинали. Верхняя навигационная панель. И я говорил, что вы сюда можете поместить ссылки на какие-то страницы на сайте, тем самым подсветив сам факт их наличия на сайте. И вот у вас уже как раз этические принципы. И ссылка на эту страницу на сайте так заведены. И редколлегия. И ссылка на эту страницу. Соответственно, вы можете добавлять, а можете добавлять в пункты, в выпадающий список под каждой позиции вот в этом навигационном меню. То есть, если вам это понадобится, вы можете это спокойно совершенно сделать. Здесь дальше у нас с вами идет управление перечнем блоков справа, которые видят все пользователи сайта. Если вам что-то перестанет быть нужным из того, что там сейчас есть, вам нужно просто, например, вы захотите, не захотите больше показывать облако ключевых слов. Вы считаете, что оно вам не нужно. Вы просто его перетаскиваете вот сюда. И оно перестает отображаться. Ну или обратно. То же самое с теми блоками, которые вот сейчас выключены. Вы можете захотеть их снова отображать. Ну, например, вот эти три пункта отображаются в специальном блоке информации для читателей, для авторов, для библиотекарей. Отображаются в специальном блоке информации. Он у вас сейчас не показывается. То есть, текст есть, а блока нет. Но тут настолько общие фразы, что просто большинство журналов сейчас действительно убирает эту лишнюю информацию с сайта. Ну и настройки. Сколько показывать, когда на странице есть какие-то списки. Сколько показывать пунктов в списке. И сколько показывать ссылок, если журнал использует модуль отображения ссылок на цитирующие публикации. Но у вас такого не включен. Сейчас 100. В принципе, чем больше, тем удобнее для редакции. Но чем больше, тем дольше загружаются страницы. Поэтому тут вот 100. Это некий такой компромиссный вариант. Я советую на нем и остановиться. А ссылки на страницы что вы поведете? Достаточно сложный в работе модуль. Имеется в виду ссылки. Сейчас. Мне нужно вам это показать. У вас у каждой статьи есть такая вкладочка, называется «Статистика». Здесь есть количество просмотров скачиваний, количество цитирований по DOE, которое пришло, востребованность по альтметрикам Planks и Dimensions. И может еще одной строчкой отображаться список ссылок на страницы, с которых читатели переходили на страницу вашей статьи. В исполнении сложная функция. Они очень часто, к сожалению, ведут на просто страницу поиска в Google или в Яндексе. Их за ними достаточно сложно и долго смотреть. Поэтому по умолчанию мы у журналов эту функцию не включаем. Если редакция или издатель готовы с этим работать на постоянной основе, удалять оттуда явный мусор, тогда имеет смысл включить и, да, ну не 10, а, наверное, там 20-30 ссылок отображать на одной странице. Ну, давайте не будем, раз так сложно. Правда сложно. То есть это требует, ну, это такая регулярная задача. Это не то, что можно один раз сделать и забыть. Собственно, все. Мы с вами сегодня разобрали роли. Мы с вами разобрали функции, которые относятся к издателю. И такой общий функционал на сайте. Завтра, не завтра, а в следующую нашу встречу мы с вами будем разбирать только и исключительно редакционный процесс. Начиная от подачи статьи в журнал через рецензирование и дальше в взаимодействие между редакторами, верстальщиками, корректорами и публикацией уже итоговые выпуски на сайте. Какое будет домашнее задание? Домашнее задание. Мне нужна форма для рецензирования, если она у вас есть, какая-то стандартная. Мне нужно, чтобы вы подготовили и прислали хотя бы за день до следующего нашего с вами занятия статью, любую, которая, например, уже была опубликована у вас в журнале с рецензией, то есть отдельным файликом вордовскую статью, отдельным файликом рецензию хотя бы одну, отдельным файликом PDF-чку. Статью можно сырую PDF-ку, можно финальную на ваше усмотрение. Вот такой набор файлов. Мы в следующий раз, чтобы не мои статьи использовать, которые я 5 лет назад публиковал, а вот работать прямо на живом примере из вашего журнала, чтобы мы могли с вами поработать и позагружать. Я показал бы откуда на сайте, что берется именно в редакционном процессе. Отлично. Значит, форма, опубликованную статью и рецензию. Хорошо, спасибо большое. Это очень важно. А как вы понимаете, в следующей занятии? Через неделю. Коллеги, напоминание к вам придет буквально перед самым вебинаром. Это 1 декабря, тоже в 15.00, вот где-то за 15 минут. Вы просто имеете в виду, что у вас следующее занятие. 1 декабря, на 14.00.